МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начну сегодня с приятной новости. В Анапе на чемпионате страны по плаванию на цветной воде серебро на 10-ти километровой дистанции сегодня выиграл лыжевщанин Сергей Большаков, отобравшись таким образом на Всемирную универсиаду в Казани и чемпионат мира в Барселоне. Окончательный состав сборной России будет обсужден по окончании турнира. Сергей, кстати, поплывет еще здесь 5 километров через 3 дня. А в это время в Уфе завершился чемпионат мира по международным шашкам, в котором приняли участие 40 сильнейших атлетов планеты, представляли они 24 страны. Победу в итоге одержал действующий обладатель шашечной короны россиянин Александр Георгиев. Наш земляк ижевчанин Алексей Чижов занял 6 место. Отлично выступил только в Италии воспитанник тренера Владимира Лазаренко Элинар Багаудинов. Ижевчанин на чемпионате мира по хикбоксингу принялся в копилку сборной России две медали черепленного и бронзового достоинства. В упражнениях с оружием и весом. Не остались без наград в подмосковной Икше и стрелке сборной Удмуртии. В первый день национального первенства, отборочного, кстати, на Всемирную универсиаду и чемпионат Европы, они выставили неплохо. Ижевчанка Наталья Поделина была второй в стрельбе из пневматического пистолетта, а глазовчанин Андрей Коньков шестым в стрельбе из малокалиберной винтовки. Впереди еще 4 соревновательных дня. Не сердится без дела и ветеранам спорта в Удмуртии. Они то и дело придумывают себе различные турниры. Например, экс-футболисты постоянно сражаются между собой. Старая гвардия еще может дать фору молодым спортсменам. О футбольном ветеранском движении сейчас расскажет Татьяна Мальцева. На поле спортсмены, когда-то блиставшие на ижевских аренах. Когда еще наш футбол был на хорошем уровне и с перспективой. Сейчас им уже занцать, но свою любимую игру они не оставляют. Начальник ижевского зенита нынешнего Валентин Кириллов один из самых возрастных игроков ветеранского движения. Говорит, пассивным наблюдателям быть до сих пор тяжело. Именно поэтому он выбирает время и со своими товарищами вновь и вновь выходит на зеленый газон. Это, конечно, очень важно. Не только играть, как официальные для нас игры. Но мы и тренируемся по 2-3 раза в неделю. Мы собираемся, то есть видимся, что все живы, здоровы. Еще один неравнодушный к футболу человек Александр Ситников. До этого года он принимал участие во всех ветеранских соревнованиях. В этом травма ноги не позволила больше выходить на поле. Он-то нам и рассказал, что как такового ветеранского движения в их спорте оказывается и нет. Вы говорите нет ветеранского движения. А что тогда есть? Что вот это мы наблюдаем? Есть те, кто любит очень футбол, много лет ему отдавшие. Я думаю, только благодаря им существует команда ветеранов. Минифутбол играет в 10, здесь вот 8 команд. Как бы то ни было, уже несколько десятилетий они не вне игры. Они вновь на поле. Бывших звезд, как говорят, не бывает. Поэтому их эпоха еще не закатилась. Подтверждение тому суперкубки, проходящие каждый год в Удмуртии. Там накал борьбы не исчерпаем. И в продолжении футбольной темы Александр Ивченко накануне лишился поста главного тренера ижевского «Зенита». В этом сезоне его команда не выполнила поставленных перед ней задач и заняла лишь шестое место в первых в России среди команд 2-го дивизиона. В настоящее время одобрена кандидатура Игоря Меньшикова, наставника, который в 2010-м привел ижевскую команду к третьему месту. К другим новостям. В Удмуртии прошел второй этап Кубка Республики по джип-спринту «Крылья-2013». Участникам пришлось преодолеть кроссовую трассу в Завьяловском районе длиной около 900 метров. В гонках приняли участие 29 экипажей. В итоге две золотые медали заевали ижевчане. В классе «Стандарт» победил экипаж «Салавата» и «Арата» Комалентиновых. В классе «Спор» Максим Стерхов и Александр Шихов стали чемпионами. Третий этап стартует уже завтра, 22 июня, в Ижевске. Герои нашего следующего сюжета – школьницы. И они сейчас на каникулах отдыхают в городском спортивном лагере. Там им всегда есть чем заняться. В насыщенной программе не только тренировки, но и различные творческие и музыкальные конкурсы. Один день из жизни лагеря в нашем репортаже. Легко позавтракав и вернувшись после столовой на спортплощадку, что находится на территории республиканского врачебно-физкультурного девчонца Панцера, девчата волейбольной секции сначала провели репетицию. На следующей неделе у них творческие конкурсы, и они к нему серьезно готовятся. А еще впереди у юных спортсменок экскурсия в музей спорта, посещение бассейна, а также занятия по фитнес-аэробике и ЛФК. Тренировками одними в спортлагере все не ограничивается. Мы провели уже конкурс инсценированной песни. У нас есть победители, есть призеры. Мы провели конкурс технического творчества, поделок, и каждый ребенок защитил свою поделку. И детям такое разнообразие нравится. Они ходят в спортивный лагерь с удовольствием каждый день. Это не только тренировки, это эмоции, сила, энергии, общение. И здоровье. И здоровье. У нас в лагере интересно тем, что мы тут не просто тренируемся, а занимаемся всяким весельем иногда и не скучаем. А веселье это что? Это когда, ну, например, у нас скоро будет песенный конкурс, мы будем петь. Вот. И еще всякие поделки тут делаем, когда есть свободное время. А на экскурсии ходите? Да, вот сегодня мы пойдем в музей спорта. Довольные родители. Дети шесть часов в день заняты полезным делом. Не слоняются по улицам. А главное, что отмечают и мамы, и папы, на 360 минут в день забывают о компьютере. Ну и, естественно, становятся сильнее, быстрее координирование. Они ведь занимаются спортом и любимым волейболом. Все у меня на сегодня. Удачных и бодрых вам выходных. Болейте только на спортивных аренах. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова